В нашей программе мы продолжаем разъяснять о новшествах налогового законодательства, которые вступили в силу с этого года. Речь пойдет об упрощенной системе налогообложения. На что следует обратить внимание тем, кто применяет такую систему, вы узнаете из нашего следующего сюжета. С этого года изменен порядок определения выручки от реализации товаров, работы и услуг, имущественных прав. Выручка определяется по мере оплаты. В нее включается полученная предварительная оплата, аванс, задаток, независимо от даты отгрузки товара. Упраздняется ставка налога при упрощенной системе налогообложения в размере 16%. Все плательщики налога при упрощенной системе налогообложения, как ведущие бухгалтерский учет, так и неведущие, обязаны ввести в книге учета доходов и расходов организаций, предменяющих упрощенную систему налогообложения, раздел, предусмотренный для учета выручки от реализации и вне реализационных доходов. С этого года не могут применять упрощенку организации, которые получили от других лиц наличные или безналичные деньги, не составляющие их валовую выручку и не являющиеся суммами, не включаемыми ими в валовую выручку. Есть выбор прекратить применять ОСН, либо уплачивать налог при ОСН, исходя из всех сумм поступления на счет и в кассу, а не только вознаграждение дополнительной выгоды. Ограничения коснутся организаций на определенных условиях. Ограничения не распространяются, если получение организации денежных средств является получением суммы займа кредита, финансовых средств, предоставленных на возвратной основе. Осуществлено в результате ошибочного перечисления безналичных денежных средств, ошибочной передачи наличных денежных средств, на получение которых у этой организации не было права, и которые не позднее 20-го числа месяца следующего за кварталом их получения возвращены, являются возвратом денежных средств, ранее перечисленных, предоставленных этой организацией, а также в иных случаях. Дополнительную информацию можно получить на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь или в любом налоговом органе страны.